Всех приветствую, с вами Станислав Орехов и сегодня у нас в гостях Антон Выборный. С Антоном мы знакомы достаточно давно, он был архитектором и сегодня, вчера вернее написал мне в фейсбуке, сказал, что занимается интересной новой темой, на самом деле это стартап, и вот мы сегодня посмотрим трансформацию, как из архитектора, визуализатора, дизайнера и там руководителя обучающего центра, все что ты делал, как ты перешел к стартапу. И что это за стартап, я тебя поспрашиваю, да, ты попросил дать какую-то некую обратную связь, может быть какие-то рекомендации, сейчас мы до этого двойдем. Расскажи немножко о себе, да, вот, собственно, почему ты пришел из архитектуры в стартап, как шел, какие были идеи, буквально кратко, как занесло. Да, ну, собственно, я по образованию архитектор, видите, у меня тут даже есть раритетный кульман сзади меня, это доказательство, что я архитектор, просто сейчас у меня стоит как декор. Собственно, я заканчивал архитектурный факультет, вот со Стасом мы познакомились где-то на 2010 году, когда он только начинал образовательный проект по 3D Max, собственно, я туда записался, вот, научился делать там 3D, в общем, всякие такие штуки, попал в архитектурную компанию, в общем, мне это все нравилось, вот, а потом мы начали увлекаться Revit, это программа для архитекторов, вот, потом мы тоже открыли образовательный центр, обучали Revit, 3D Max, параметрическому дизайну, в общем, и потом, наверное, произошел такой момент, что я как бы меньше стал увлекаться вообще архитектурой, я больше занимался менеджментом, да, то есть я понимал людей, запускал там трафик, ну, в общем, какие-то такие действия делал, которые уже связаны больше с интернет-маркетингом. И когда вы начинаете заниматься интернет-маркетингом, вы неизбежно сталкиваетесь с какими-то IT-инструментами, как там, e-mail-рассылки, CRM-системы, инструменты, project-менеджменты и так далее. В общем, мы этой всей как бы штукой занимались, и меня это как бы так поглотило, в общем, я всегда любил разные софты, там, копаться в них, вот, и где-то в году 2016-м мы внедрили одну американскую систему для маркетинга automation, ну, это для автоматизации маркетинга, там, e-mail-рассылки. Давай, чтобы было понятно, то есть, еще раз, правильно я понял, что ты занимался, получается, отвечал за маркетинг, да, и ты искал инструменты, и одним из инструментов, вот, у тебя была американская система, с этого как бы началась твой переход в эту тему. Да, 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 вот, и, соответственно, я так этим увлекся, вот, вот, а вот эта вот система, да, она продается по модели подписки, да, то есть, это когда человек, ну, бизнес покупает ее, и он платит постоянно, каждый месяц. И, в общем, мне эта идея понравилась, потому что, на самом деле, когда там продаешь услуги и еще какие-то продукты, тебе нужно каждый раз, ну, то есть, заново продавать, а так ты один раз продал, и клиенты постоянно платят. Мне эта тема понравилась, и потом я узнал то, что у этой системы есть так называемый white label. Ну, если говорить так нашим языком, это франшиза, то есть, это когда вы берете и под своим брендом начинаете продавать эту систему, то есть, они вам отдают весь этот бэкэнд, ну, короче, весь код, можно так сказать, да, и вы просто делаете свой сайт, ставите свой домен и продаете их систему, они вам дают скидку и так далее. Вот, то есть, таким образом я перекочевал в эти. А какое полезное действие этой системы, то есть, что она делает, что она дает? Ну, то есть, вот, например, человек заходит на сайт, допустим, да, система анализирует, на каких страницах пользователь был, создает карточку клиента, например, что вот у нас есть Вася Иванов, он у нас оставил заявку, а потом увидел, что Вася Иванов был там на странице с продуктом 1, с продуктом 2, читал статью 5, во-первых, менеджер видит, где пользователь ходил, и когда он ему звонит, он говорит там, «Василий, я вижу, вы интересовались, там, например, таким-то, каким-то продуктом, я смотрю, ну, наш сайт уже седьмой раз заходите, давайте я вам помогу». То есть, уже есть причина, чтобы пообщаться, это первое. Второе, можно конструировать некие такие автоворонки продажи, да, то есть, когда вы сказали, что если пользователь пошел по пути одному, то ему там одно письмо отправить, второе, третье. Если он там пошел по пути два, то ему отправить там письмо, там, третье, четвертое, пятое. То есть, я бы сказал, что это такое, ну, это называется customer journey, то есть, это путь клиента. И вот вы в этой системе конструируете такие вот пути клиента, потому что клиент может идти по разным процессам. Если говорить, наверное, ближе к этой индустрии, у нас был один клиент, который дома строит. То есть, это такой средний сегмент, каркасные дома, в общем, и вот у него там есть дачи, есть каркасные дома, есть из кирпича дома, да, то есть, вроде как бы это все про дома, да, но контент, который нужен, он разный. И вот получается, там, у него несколько таких воронок, то есть, когда человек хочет там каркасный дом, ему отправляется контент только про каркасные дома. Если он там хочет про каменные дома, ну, вот такая вот штука, это автоматизирует, я бы так сказал, взаимодействие с клиентом. А куда им отправляется? То есть, ты имейл захватываешь еще или как система-то работает? Вот он пошел на сайт, он должен оставить какие-то контакты, и система видит, что он ходит по таким-то вещам. А почему тогда не позвонить, если он уже оставил контакты, почему менеджерам не позвонить, сказать, там, Иван Ваныч, вы интересовались, чем, давайте обсудим. Да, да, да. А вначале есть такие штуки, как лид-магниты, да, то есть, вы даете какую-то бесплатную информацию, в том случае это было, скачай, там, пять примеров проектов дома, да, и, соответственно, оставляет человек e-mail на телефон, и на e-mail ему отправляется этот контакт, почему сразу не позвонить? Есть некоторые бизнесы, где, например, заявок, там, 2-3, допустим, да, и вы можете все обзванивать, а есть другие бизнесы, когда вот у вас там 100 заявок в день, и чтобы их обзвонить, ну, как бы, нужно отдел продаж. То есть, маленький чек, получается, да, и маленький продукт, и заявок очень много. А тогда для кого это подходит? Маленький чек, да. Сразу определиться, для кого тогда это подходит, для кому лучше. Я бы сказал, смотри, это подходит вообще для всех компаний, которые, я бы так сказал, продают через контент. А мне кажется, что сегодня практически все бизнесы продают через контент. Ну, вот я дизайнер, как вот мне может помочь, например? Вот я дизайнер, продаю дома, бизнесы, премиум сегмента. То есть, вот мне что делать в вашей системе можно? Ну, вот у нас, у меня просто друзей много, архитекторов, и они там все повнедряли эту систему. Вот у меня товарищ как делает? Человек подписывается на его, просто там, скачать каталог проектов. Человек скачет каталог проектов, и он начинает ему отправлять разные статьи и видео, такие истории жизни, как они там строили какой-то проект, или там, ну, как они это реализовывали. Потому что людей, как бы, ну, то есть, ледам нужно прогревать. Вот, то есть, если вы просто ему позвоните, чувак, тебе дизайн нужен? Он скажет, да ну, сколько стоит? Вы там называете ему цену, он говорит, ну, я пойду подумаю. И все, и вы потеряли его, то есть, вы ему не можете в три раза посмотреть, да? Или там, пять раз, да? А вы, когда начинаете ему отправлять e-mail с полезным контентом, только это должен быть контент какой-то, который лишает его потребностей. Вот, например, чувак с домами, да, вот он говорит, как выпить правильно прораба, чтобы он у вас там не обманул, да? Или, например, рассказывают эту историю из жизни, это прям вот интересная штука. Он говорит, участвуем в тендере с другой компанией, комплектация дома одна и та же, а у тех ребят цена постоянно там на 20% ниже. Он говорит, я не могу понять, как это происходит. А потом узнал то, что ребята считали общую площадь дома, да, по внешнему контуру дома, а считается это площадь по внутреннему, да? То есть для дизайнера, там, да, это вообще абсолютно понятная вещь, но как бы человек, который строит дом, ну, дом 10 на 10, значит, сколько квадратных метров, хотя по факту у него там 80. И вот такой вот маленький трюк, да, который, в принципе, очень может сэкономить очень много денег. Когда человек считает такой контент, он понимает, что это компания прикольная, и он уже начинает как бы ей доверять. То есть это, ну, это называется lead nurturing, то есть это в переводе это взращивание рядов. Когда вы через контент прогреваете, и клет утепляется. Антон, ты сам просил тебя задавать вопросы по поводу, что чем отличается от обычной email рассылки? То есть зачем мне дать систему, если ты можешь так же сделать в email? Ну, смотри, обычные email рассылки, да, они, у них такой достаточно линейный, как бы так сказать, то есть в обычном сервисе email рассылок вы делаете так, когда чувак оставил заявку, то отправить ему один email, через день второй email, через день третий. То есть это такая линейная, не вариативная история. А вот эти вот сервисы называются marketing automation, да, это когда у вас такой есть редактор, и вы выстраиваете, что, например, если чувак там оставил заявку и был на этой странице, то один контент. Если он, например, там был на этой странице, но, например, не открывал ваше предыдущее письмо, то отправить ему это письмо там с другими заголовками. То есть по факту это такой уже более современный тип, собственно, email рассылок. То есть ключевое это построить именно эту цепочку, получается, а твоя система позволяет, вот что она позволяет? Она позволяет настраивать цепочку, либо она именно программный код дает с фиксацией, да, где человек был, а цепочку должен настраивать сам пользователь, либо вы все делаете? Пользовать, ну, то есть это в системе, кода там никакого нету, то есть это... Ну, метки, метки, они же делают метки. Ну, по сути, да, 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 да. То есть, ну, там прямо видно страницы, где человек был, а потом вы просто в таком, как называется, automation builder, это вот когда если ты там в 3D Max изучает, там вот такой вот есть материал, настраиваешь, нодовый редактор, и вот, собственно, ты в нем выстраиваешь эти цепочки. Хорошо, а чем отличается, сейчас есть там в чат-ботах, например, в мессенджерах, в товоронке продаж, чем отличаются? Похоже, это очень похожий инструмент, вот, только, ну, просто e-mail это e-mail, чат-бот это чат-бот, это два разных канала коммуникации, и вообще все, кто прямо уже глубоко копает в эту тему, они эти все вещи связывают. Это вообще, вроде как бы, эти каналы конкурируют между собой, но они вообще абсолютно разные. И вот, например, если вы в чат-боте будете каждые 3-4 дня писать человеку сообщение, он от вас быстро отпишется, потому что это такой очень чувствительный канал, да? e-mail это не такой чувствительный канал, то есть вы там раз в неделю можете... Но его и не читают. На самом деле, ну, как бы, что начать читать? Читают, вот, у меня есть кейс, когда на 40 тысяч рассылка идет, 33% открываемость, то есть, ну, просто нужно правильно уметь пользоваться. Люди же как, они отправляют только рекламные всякие акции и, собственно, не читают. Потом еще одна вот прикольная фича в этом серфте называется «Скоринг лидов». Что это такое? Когда человек ходит по сайту, да, то есть он делает какие-то действия, и система ему начисляет определенные баллы, например, вот он там пришел на вебинар, 3 балла, почитал статью, там, 5 баллов, открыл письмо, 1 балл. И таким образом, вот, например, менеджер по продажам с утра встает, у него, например, 300 людей, кому звонить, а он там в день может сделать 60 звонков физически. Вот, и система, мы настроили так, что она, ему выплевывают карточки клиентов только тех людей, у которых там 50 баллов. То есть это значит, что человек, ну, то есть уже не нужно объяснять, что у нас за компания, чем мы занимаемся, то есть это уже больше такая вот прогревающая штука. То есть он как будто ходит по контенту, и смотрит, ему начисляются очки, и чем больше квалифицированный клиент, тем, как бы, больше вероятность, что он купит. Ну, интересно. Да, 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 вот такая вот штука. То есть, ну, это вот американская система, вот, но так как потом у меня, как бы, все больше и больше я в IT погружался, нам уже хотелось создать свойства. То есть, если тут мы были реселлерами, да, по сути, франшизи, то потом мы захотели сделать свой продукт уже, и мы начали разрабатывать уже свой IT-стартап. А зачем, кстати, свой? Потому что многие именно думают, вот, свое делать, либо готовы брать. Почему вы решили именно свое делать? Тут вот тут нужно очень важно понимать, что значит свое делать. То есть мы это делали, мы свой продукт делаем для того, чтобы этот продукт продавать. Но есть люди делают очень большую ошибку, когда они говорят, о, я сейчас сам под себя напишу софт, потому что у меня супер уникальные бизнес-процессы, это вообще очень плохая история, и так делать ни в коем случае нельзя. То есть я всегда говорю то, что разработкой может заниматься только продуктовая IT-компания. Все остальные ребята должны покупать готовые софты. Эти софты должны быть облачные, да, то есть это называется SaaS, Software as a Service. Это вот как Dropbox, Bulldrive, то есть это когда в облаке у вас есть какой-то софт, вы там подписку за него платите, это всегда будет дешевле. Если вы думаете, что у вас какие-то определенные уникальные супер бизнес-процессы, вы очень сильно ошибаетесь, это значит, вы просто не умеете правильно выбирать софты. И то есть, ну… Либо строить процессы. Вам необходимо. Потому что хорошие бизнес-процессы, они похожи. Да, 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 хорошие бизнес-процессы, они похожи. И на самом деле, то есть, короче, нужно уметь правильно выбирать софты. Вот, и более того, я всегда, ну, раньше я использовал только СНГ-шные софты, сейчас мы практически везде используем только американские, потому что там намного все шире. Я, кстати, могу объяснить разницу между американским подходом с софтверным и нашим. Американский рынок, он, естественно, более зрелый, да, и вот если мы там заглянем, там, 2005-й год, там, 2010-й, то есть, появлялись такие компании, которые начинали с email-рассылок, потом они взяли, сделали конструктор для сайтов, потом они CRM, и у них такие конструкторы, конструкторы-франкенштейны. То есть, это одно решение, где есть абсолютно все функции, которые нужны для бизнеса, на первый взгляд. Человек на это клюет, и он думает, о, прикольно, тут все в одном, начинаю использовать. И потом он начинает понимать, что он купил такие тесные ботинки. И, соответственно, тут ему нужна такая функция, тут нужна такая функция, и таких функций нет. И вот американский рынок, он примерно 10 лет назад от этого начал уходить, начали появляться очень низшие решения, которые закрывают одну-две потребности, да, функции, но они это делают просто суперкруто. Вот, например, там, CRM-система, и она только про CRM, или, например, сервис e-mail-рассылок, он только про e-mail-рассылки. Или, вот, например, Zoom, да, это только про видеокол. На самом деле, видеоколы есть там в Питриксе, еще где-то, и так далее. Вот, и поэтому мы делаем как? Мы берем несколько сервисов разных, и мы их связываем между собой по API. API, это такой, я бы сказал, что... Вы это где? В своей системе, которую разработали? Ну, нет, давай так, обычно люди это делают, связывают разные сервисы по API. И вот как раз мы понимали, то, что сервисов становится все больше и больше. Во-первых, людям непонятно, какие сервисы выбирать им нужно, да, и второе, они хотят передавать данные между этими сервисами. Ну, самый банальный прием, это когда, например, на сайте люди оставили заявку, и передать эти данные будут табличку. Это самый-самый простой вариант. Мы поняли, что, как бы, есть такая ниша, есть конкуренты, и мы вот создали продукт, у которого там, ну, мы сейчас у нас уже где-то 20 коннекторов разных, то есть разных сервисов, которые можно между собой интегрировать и передавать между ними данные. И это уже наш стартап, то есть, который мы уже, мы потом хотим продать его какой-то большой корпорации, и то есть мы это как продукт развиваем. Прикольно. А кто-то еще так делает? Смотри, у нас есть где-то 3-4 очень больших конкурента, они все стоят миллиард долларов, то есть у них у всех там выручки, ну, там, от 50 до 100 миллионов долларов в год. Соответственно, что они делают? Они делают вот эти вот интеграции, но они берут за это деньги. То есть, например, вот, если ты придешь к ним и скажешь, я хочу связать, допустим, Facebook-лиды с Google-табличками, или, например, там, связать сайт с сервисом e-mail-рассылок, то ты будешь им платить там от 20 долларов в месяц, и чем больше данных ты передаешь, тем ты больше платишь. И оно вроде как бы такая мелочь, да, а потом ты начинаешь разгоняться, и понимаешь, что ты за вот коннектор начинаешь платить больше денег, как бы, чем за какие-то другие основные сервисы. Мы решили сделать по-другому, мы решили сделать вот эти коннекторы бесплатные, чтобы люди могли полностью это все дело автоматизировать. Это дает там трафик, ну, мы так предполагаем, да, что это будет давать трафик. И, соответственно, когда человек делает вот такие вот интеграции, другие производители программ могут показывать им рекламу. То есть, например, вот пришел, допустим, архитектор, да, и он берет и говорит, я хочу там сайт связать с Google-таблицами, вот, а потом там с CRM-системой, а мы с CRM. Вот. А мы поняли, допустим, что он архитектор, там, по каким-то косвенным показателям, либо он там заполнил ему пакет при регистрации, а мы ему говорим, чувак, смотри, если ты архитектор, тебе по-любому еще там нужны там e-mail-рассылки для продаж, тебе там чат-бот нужен, тебе обязательно нужен слайк, допустим, да, если у тебя там студии там больше 50 человек, 50 человек, тебе еще нужен по-любому какой-нибудь Trello, project management tool и так далее. То есть, и мы хотим в этом интерфейсе показывать все сервисы, которые бизнесу необходимо использовать. И когда он на них кликает, нам вендоры платят за рекламу. А сколько вам платят? То есть, если я хочу подключиться как вендор, сколько я буду платить? Смотри, абсолютно по-разному. Мы сейчас сделаем как? Мы сейчас вставляем аффилииат ссылки, это партнерские ссылки, когда человек переходит и покупает софт, мы получаем 30% комиссии от софта. Иногда, когда покупают рекламу, могут оплатить 2 доллара за клик. Есть в некоторых нишах, например, в сервисах e-mail рассылок, где-то реклама в гугле будет стоить где-то 80 долларов за клик. На других маркетплейсах будет где-то стоить 30 долларов за клик. 80 долларов за клик? Это что такое? За клик, да. То есть, смотри, ну это, например, вот если ты сейчас вобьешь в гугле в Нью-Йорке, да, то есть, но это не движимость какая-то дорогая, скорее всего. Не-не-не, это вот если ты сейчас вобьешь e-mail маркетинг софт, допустим, тебе там вылетит в гугле реклама, допустим, там MailChimp, вот ты кликнешь на ссылку и MailChimp заплатит гуглу 50 долларов, 60 долларов. Что-то какие-то сумасшедшие деньги. А почему сумасшедшие? Ну давай посчитаем, смотри, допустим, вот у тебя есть там сервис e-mail рассылок, ты сколько лет уже им пользуешься? Не знаю, сколько лет пользуешься? Годан. А, ну да, сколько-то лет, да. Ну да, вот это называется, вот это, кстати, вот это называется LTV, lifetime value, это то, сколько клиент приносит денег всего, да, за 240 жизни, можно так сказать. И вот MailChimp, допустим, он понимает, что в среднем у него там средний чек будет, я не знаю, 300-400 долларов в месяц, допустим, потому что есть большие корпорации, которые тысячи долларов ставят, есть там мелкие, без снялтрирующих. И мы понимаем, что в среднем, допустим, за год человек заплатит там 3-4 тысячи долларов. Соответственно, мы очень понимаем, что окей, ну у меня там, он будет юзать меня 5 лет, окей, то есть, соответственно, клиент всего заплатит 20 тысяч долларов, допустим. Окей, если он 20 тысяч долларов не платит, я могу, например, там на customer acquisition cost, то есть, сколько денег стоит клиент, я могу потратить, там, не знаю, 5 тысяч долларов. и вот получается 100 кликов, одна там регистрация, пару продаж и так далее. Не, ну идея прикольная, ты сказал, что вот компания стоит, там, сколько там, миллиарда долларов. Миллиарды, миллиарды, да, да. Вот, соответственно, ну они как бы не просто так, они, наверное, за интеграцию, а ты бесплатно как-то это хочешь делать и продавать за рекламу. У тебя там все складывается по экономике, ну просто я эти цифры не знаю, то есть, если вот вы там все считали. Смотри, мы как бы примерно там посчитали и вот это в принципе наша как бы такая основная гипотеза, которую нам нужно будет проверить, потому что это другая бизнес-модель абсолютно. Сейчас, потому что, чтобы тебе привлечь клиента на эту же систему, тебе надо тоже 50 долларов в Google заплатить, по идее, если mailchip там или кто-то платит, но они потом отрабатывают 300, а ты как бы отрабатываешь когда-нибудь потом, когда продашься. Да, 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 все правильно, смотри, поэтому мы делаем вот эту вот всю штуку бесплатной, то есть, когда бесплатный сервис, во-первых, а, про него все люди начинают рассказывать, ну то есть, сами по себе, это первое, второе, про него начинают рассказывать инфлейцеры, вот например, человек обучает в Facebook рекламе, и он говорит, ребята, вот есть прикольная туза, допустим, вернее так, их три, вот эти две платы, это бесплатная, которая там позволяет вам из Facebook лидов выгружать данные, там какую-то табличку. А вы много набрали уже людей получается? И вот так это работает. Да, я понял. У вас как бы дешевые, либо бесплатные беды. Да, по сути, да, да, да. Нормально. У нас уже где-то по тысяче у нас активных пользователей, это те, которые, это те, которые уже интеграцию сделали, а всего регистрации у нас было там, я думаю, что где-то под 10 тысяч, и если там посмотреть, там, трекшн, который у нас сейчас есть, у нас где-то в день от 20-30 регистраций просто вот откуда-то приходит. Ну, если такие данные, тысячи активных, то то есть это 30 лидов, как минимум 50 долларов, ты говоришь, за MailChimp, да, то есть 50, и сколько таких компаний, допустим, будет 10, значит 500 на тысячу, 500 тысяч долларов уже получается вы можете продаваться? Так, нет, тут нужно понимать, а оценка в этих компаниях вообще работает вообще по-другому, а когда ты привлекаешь инвестиции, могу, да, смотри, то есть когда ты привлекаешь инвестиции, мы привлекали от стратега инвестиций, то есть оценка, она вначале, по сути, берется с потолка, обычно это уже там сразу, или миллион, или полтора миллиона долларов, как-то с потолка, ну, потому что если ты сразу, например, смотри, мне, например, на первый раунд инвестиций нужно там 200 тысяч долларов, допустим, да, чтобы доделать там продукт, хорошо подмаркетить, если я тебе за, если ты меня оценишь в полмиллиона, допустим, да, то ты за 200 тысяч долларов у меня заберешь 40 процентов, ну, понятно, ты типа за миллион 20 отдаешь процентов или за полтора-пятнадцать, да, да, и поэтому, и поэтому IT-компании, они стоят, вначале это как бы... То есть если у тебя меньше миллиона, то как бы даже и рассматривать смысла нет. Вообще, да, да, то есть, поэтому ты приходишь, допустим, с идеей, если у тебя есть MVP, MVP это минимум, это когда у тебя уже есть какая-то болманочка, она уже как-то работает, вот, у тебя есть какие-то первые пользователи, кривые косые, ты приходишь, например, там, к Angel Investment, да, и говоришь, чуваки, вот у меня есть такая идея, мне нужно там, например, 150 тысяч долларов на вот эту всю штуку, чтобы добежать до следующего раунда инвестиций, вот тебе там дают такие деньги, ты начинаешь делать, вот когда ты, например, выходишь на выручку, да, очень важно, не прибыль, а выручка, выручка, допустим, 10 тысяч долларов, то тогда ты, например, можешь стоить уже 5 миллионов долларов и привлекать, например, раунд там 500 тысяч долларов, и так далее, вот, ну, это немножко по-другому работает, например, если люди не из индустрии, они сидят и думают, почему так, ну, не, все понятно, почему же, вам дали уже денег? Да, у вас уже есть как бы соинвестор, и у вас следующий раунд получается, как бы, больше, следующий этап какой, больше пользователей получить, или что? Да, да, у нас, мы должны выйти на примерно показатель 50 тысяч посещений в месяц на сайте, вот сейчас у нас где-то 4 тысячи, 5 тысяч в месяц, это вот такой показатель, без рекламы, то есть по сарафану, да, они сами, да, 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 у нас все по сарафану, и вы будете дальше по сарафану, либо вы эти деньги в рекламу, ну, как бы запустили, то есть можно же здесь, в рекламу мы тоже будем в рекламу запускать, да, но тут еще важно, у нас какая точка роста, допустим, вот те, кто люди, которые использовали какие-то эти продукты, когда им нужны интеграции, они, например, пишут обычно в сервис техподдержки, ну, вот, например, я использую АМУСРМ, допустим, и мне нужно интегрировать АМУСРМ с Google Analytics. Ну, да, помогите, ну, самый простой вариант, это вот у всех таких вендоров, да, производили право освещение, у них есть такие marketplace интеграции, вот, и, например, ты туда заходишь, и там список сервисов, которые помогают интегрировать там АМУСРМ, там, да, на маму на страйбле когда-то, когда мы делали. Да, 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 и, соответственно, вот мы, когда мы разрабатываем какую-то интеграцию, вот, например, у нас есть там полторы тысячи долларов, нам стоит разработать интеграцию с каким-то сервисом, мы делаем с ними эту интеграцию, и они нас размещают на своем marketplace, и уже люди, которые, то есть мы присасываемся к чужому трафику, и вообще, в принципе, сегодня самый главный, да, и туда, немного, но они самые целевые, они самые теплые, и так далее, и, соответственно, вот у моего конкурента 2000 интеграций, и ты представь, что они присутствуют на 2000 огромных marketplace, по типу MailChimp, у которых там миллионный трафик, и, соответственно, вот у них там пару тысяч регистраций в день, просто идет только с этих каналов, и вот ключевая, как бы, задача вообще предпринимателя, понять, как можно хакнуть модель привлечения клиентов, потому что сегодня ключевая задача, это умение привлекать трафик, причем, если еще пять лет назад, да, вот, была мода, запускай рекламу, там, Google, Facebook, и так далее, то сегодня она уже настолько дорогая, что, в принципе, уже люди ищут такие вот какие-то другие пути, это называется growth hacking, да, то есть, когда ты придумываешь какую-то прикольную штуку, как присосаться к чужому трафику, если мы вообще проанализируем все успешные кейсы, вообще огромных мировых компаний, то, я долго анализировал эту тему, они все присосались к чужому трафику, начиная там от Google, заканчивая там Airbnb и так далее, то есть, абсолютно все, задача придумать, как это делать, мне кажется, что мы пока что придумали, но пока что это еще не, как это, ну, короче, не варифицирована эта идея, да, не проверена, Прикольно. А это касается только компаний, либо, например, частных специалистов тоже, потому что есть две темы, допустим, дизайнеров, архитекторов, ну, неважно, там, кто бы ты ни был, копирайтер, там, сантехник, кто угодно, да, ты либо, там, сам делаешь какую-то рекламу, там, личный бренд, запускаешь рекламу, платишь фейсбуку, инстаграму и так далее, либо, там, идешь по рекомендациям, вот это, как бы, тема, то, что ты сказала, она работает везде, для частных специалистов тоже, для маленьких компаний, там, ну, как у меня, там, 10 человек, например, студия, студия дизайн, что-то мы делаем на, мы рекламу не даем, как бы нам клиентам особо хватает, но, как бы, почему бы и нет, мне что, как бы лучше из исследований делать, значит, запускать рекламу, либо куда-то присасываться, как ты сказал. Да, 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 я понял, тут еще очень важно понимать, это, кстати, хороший вопрос отдал, и проблема заключается в том, что, допустим, люди начинают смотреть на такие же, как и они, только вот те, которые там добились какого-то результата, то есть к чему, например, сейчас какой-то дизайнер-архитектор, он, вот у тебя там прошел обучение, ты у него в любом случае будешь ролевой моделью, ты даже для меня там, да, в какой-то степени был в начале ролевой моделью, и проблема заключается в том, что вот кто-то, кто-то получает первую нишу, да, он там делает бренд, и потом люди начинают повторять те же действия, чтобы получить такой же результат, но проблема другая, что, как бы, нужно делать новые действия, чтобы получить такой же результат, к чему я клоню, то, что, например, если есть дизайнеры которые 10-15 лет назад сделали себе имя бренд у них уже по рекомендации много людей а они могут не вкладывать рекламу допустим деньги и у них так все будет хорошо но например те кто сейчас начинают либо им нужно будет потратить тоже 10 лет чтобы выйти на такой же уровень либо им придется вкладывать деньги в рекламу бренд опять таки когда мы вкладывать деньги в рекламу это не значит что идти в гуглу платить да а можно там быть каким-то спонсором и какие-то вещи ну короче какой-то бренд его я вообще в принципе дизайнерам наверно посоветовал бы делать вкладывать деньги в бренд то есть в личный момент получается увлечь да 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 бренд студии личный проект это кто как хочет то есть это что же вложение в маркетинг там и так далее и вот когда у вас будет личный бренд тогда во первых цена ваших услуг очень сильно вырастает и ну как бы по сути вы тоже хоккайте какой-то степени эту штуку а по поводу присосаться к кому-то это тоже хороший вариант то есть людям которые хорошо развиты навыки коммуникации вот например у меня плохо растит навык коммуникации я могу там общаться и сказал его просто ну я одно дело просто ты общаться как типа хихиха а то дело вот будет выстраивать отношения вот эти все эти вещь без меня получается поэтому я всегда шел от обратного через технологию. Кого-то по-другому. Он умеет бренд выстраивать, он умеет общаться с людьми и таким образом находить клиентов. Например, кто-то занимается мебелью, у него ключевая задача получить 5-6 классных архитекторов друзей, которые будут им подкидывать заказы. По факту архитектор для мебельщика является отделом продаж, менеджером по продажам. А потом поставщиком? Да, это же тоже присосаться к чужому тракту, в хорошем смысле слова. У архитекторов может быть вообще тоже другая штука, не знаю, какие-то другие проекты или с каким-то олигархом затусил и оттуда пошли. Короче, задача человека – подумать, как хакнуть систему привлечения клиентов. Это не обязательно технологический способ. У нас это технологический способ, потому что мы делаем техническую компанию. У архитектора и у дизайнера, мне кажется, это вообще может быть другой способ. Или банально делать какой-то бренд, делать какие-то инфоповоды. Я сам из Украины, у нас есть пару в Киеве очень крутых чуваков, мы за ними наблюдали, когда я давно этим занимался. Они всегда делали какие-то инфоповоды. Придумал там, я не знаю, дизайн люстры какой-то, еще там-то люстра нафиг никому не нужна. Но пригласили там всех в какой-то конференц-зал, закатили банкет. Туда пригласили всех. Да, да, да. В общем, это все пафосно, прикольно. Какая-то книжка там с проектами и так далее. Дает там и смотреть не кто-нибудь, но когда ты приходишь на встречу, задаешь вот моя книжка, то есть это оно красиво оформлено. Пощупать ее прикольно. Это сразу как бы так дорого смотрится. Это тоже бренд. Хорошо. Так, ну и что ты делаешь, вот чтобы там тогда наши зрители как-то могли, я не знаю, или воспользоваться, либо то есть что, какой твой следующий шаг, да, и там в чем, может быть, не знаю, нужна помощь, либо обратная связь, либо что. Да я на самом деле, как бы, прям обратная связь. Я просто еще тоже думал, наверное, это даже можно к тебе, да, это даже просто писал, что ты скажешь, вот у нас была новая модель. Да, 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 у нас была другая модель еще монетизации. Вот, например, когда человек приходит к нам и использует, допустим, какой-то сервис, да, допустим, он взял и АМСРМ начал использовать, интеграцию настроил. Человек уже нам уже оставил e-mail и телефон, и мы знаем, что он пользователь АМСРМ. И потом приходит, например, конкурент АМСРМ или тот, кто хочет таргетироваться под клиентов АМСРМ, он начинает нам платить за это деньги. Что мы делаем? Мы берем, выгружаем вот эти вот e-mail и телефоны в аудиторию Фейсбука, и потом эту аудиторию Фейсбука, Шерри, ну там, делимся с ней, с этим рекламодателем. То есть тут важно понимать то, что мы не даем e-mail и телефоны клиентов, да, а мы их вначале загружаем в обезличенную аудиторию на Фейсбуке. Вот те, кто там как-то в Фейсбуке рекламой занимался, они примерно понимают, что это такое. И потом мы даем доступ к этой, чтобы откручивать трафик по этой аудитории. То есть если вкратце сказать, то мы, например, можем делать так, чтобы у нас можно таргетироваться по клиентам, там, мелочи, по клиентам, а мы серые, то есть по клиентам какого-то софта. Если говорить это, например, языками дизайнера, я бы сказал так, допустим, хочу показывать рекламу тем, кто использует там автокад, или тем, кто на 3D заходит, или, например, тем, кто покупает, там, я не знаю, BNB Италию, ну, к примеру, да, то есть такой более прикольный таргетинг. Слушай, ну это нормальная тема, только знаешь, там в чем вопрос? Значит, вопрос с конкуренцией всегда, трафика, да, то есть не дешевле ли мне то же самое делать в Фейсбуке? То есть я точно так же могу выбрать, и, ну, это первый вопрос. И второй вопрос – количество людей. То есть ты говоришь, у вас тысячи регистрации, то есть кажется, что это будет работать, если у тебя там, допустим, 100 тысяч регистраций, тогда как бы окей. А так я аудиторию выбираю, и она у меня за день кончится. Да, 100% хороший вопрос. Ну вот мы же как бы отталкивались от бизнес-модели, ориентируясь на конкурентов. У нас у конкурента 5 миллионов пользователей, и примерно где-то 5 миллионов пользователей, которые сделали интеграции, и трафика на сайте где-то 6-7 миллионов каждый месяц. То есть вот там уже можно интеграться. Конечно, да, мы это будем делать только когда будет большая аудитория. Это первое. А второе, то есть ты на Фейсбуке можешь настраивать аудиторию, например, там, не знаю, дизайнеры интерьера, допустим, да, и ты будешь, если ты сейчас начнешь настраивать рекламу, то по Москве будет, я не знаю, полмиллиона дизайнеров интерьера. Ну, то есть их жестоко нет. То есть вот эти вот аудитории, да, они очень специфические, особенно в B2B, бизнес-то-бизнес. Ну тогда мне проще у тебя купить контакты. А контакты я не имею права продавать. Ну тогда, хорошо, тогда не контакты, тогда мне удобно попросить тебя сделать рассылку, это будет дешевле. Ну смотри, я эту аудиторию, ну смотри, я, конечно, могу сделать, да, это технически, но у меня рассылка не резиновая, ну то есть вот смотри, я представим, да, что у меня есть аудитория пользователей АМСРМ, я пользователей АМСРМ могу продать тебе, Коле, Васе, Пете тысячу раз, вот, и вы уже там будете там между собой конкурировать за эту аудиторию. А ты представь, что если я тысячу раз продам email-рассылку, у меня email-рассылка превратится в базар. Ну я думаю тогда по-другому, надо хитрее делать, то есть надо выбирать тебе из всех возможных потенциальных рекомендателей, самых интересных и оттуда к ним, в общем, изучать их продукт, ставить своих селлзов и самим звонить продавать. Тогда получается, если у тебя мало этих самых, мало людей, но они платежеспособны, то есть тогда ты больше самые деньги получишь максимально. Да, наши конкуренты так делают, то есть это называется paper lead, да, то есть плати за льда, вариант монетизации, то есть они как делают, у них есть, например, marketplace сервисов, и вот приходят клиенты, ему говорят, чувак, хочешь попробовать, тебе нужен там инструмент для проект менеджмента, он говорит, да, составляют контакты, звонит вначале человек, это называется, ну, то есть он квалифицирует лида, он спрашивает, допустим, если у тебя там 20 человек работает в компании, ага, то есть тебе там нужно 20 таких лицензий. И, соответственно, потом он говорит, вас связать с вендором, допустим, он говорит, да, и этот контакт потом примерно там по 100-150 долларов каждому вендору продают. Но тут есть проблема, да, проблема такого образа, то, что, во-первых, это нужно делать отдел продаж, это огромные затраты, это первое. Второе, нужно понимать свои сильные и слабые стороны. Для американцев мы, то есть 20, я бы так сказал, да, в хорошем смысле слова, вот, и поэтому при этом всем делать американский отдел продаж, где, например, ну, для понимания, продавец в Америке, у него зарплата примерно 80 тысяч долларов в год, да, это такой самый обычный, который будет звонить вот так вот просто по телефону. Человек, который понимает софты там и так далее, у него будет там 150-200 тысяч долларов в год зарплата. То есть, соответственно, мы понимаем то, что, во-первых, это дорого, во-вторых, если мы сами будем звонить, наш английский, это очень плохо, да, даже если вы хорошо его знаете, то вы сегодня найти спикер, поэтому мы хотим это сделать как раз без отдела продаж, потому что отдел продаж – это очень узкое горлышко, и нужно управлять, ну, какие-то там у тебя там тысячи сезон, когда у тебя три, ну, как бы, окей, но сколько ты денег заработаешь на трех сезонах, когда у тебя, например, 5 миллионов трафика на сайте. Ну, я понял, да, тогда вот что можно? Что можно сделать? Вот у меня, я сейчас эту самую небольшую интеграцию сделал, у меня книга есть, «Эциклопедия дизайна и комплектация», собственно, можно быть комплектатором, да, собственно, методика описывается, какая, как ты приходишь, покупаешь там мебель клиенту, как ты покупаешь, ты же не отвечаешь за подрядчика, ты говоришь, нет, я тебе сделаю выбор, то есть, получается, ты продаешь не сам селс звонить, ты, типа, заполни анкету, мы тебе по таким-то параметрам подберем самого лучшего и дадим детальный анализ, то есть, по сути, ты сажаешь ребят, которые проводят анализ, из тех, кто у тебя есть, и по плюсам у того ты анкету собираешь, а твои ребята плюсы и минусы, тебе подойдет вот этот, и обосновываешь, почему ему именно этот подойдет. Он такой говорит, окей, нормально, вижу анализ, потому что, откуда я это знаю, я сам это делал, когда я себе выбирал систему ведения проектов, там, 10 лет назад, на которой стартовать, это была система проектов БСК, почему мы выбрали, мы выбрали, там, 10 компаний, которые тогда были, ну, как бы, актуальны, посмотрели, были хорошие, там, белорусские какие-то компании, но я думаю, что-то рискованно, они закроются, ну, как бы, так и вышло, они потом закрылись, вот, а, значит, были какие-то американские, еще какие-то, вот, как бы, больше всего подошло вот это, и на этот анализ мы истратили неделю, и я платил деньги человеку, который это все анализировал, если бы мне сразу бы дали независимую, так называемую, экспертизу, это было бы очень клево, я такой, о, ребята нормальные, молодцы, и они мне ничего не навязывают, они говорят, вот, факты, делай выбор сам, если тебе понравились эти факты, ну, как бы, у нас есть скидка на эту систему, мы можем тебя, как бы, продвинуть, то есть, можно так, это без селзов, но с аналитиками внутри, на вашей стороне. Это, да, ну, вот, видишь, ты подтверждаешь мои, как бы, мысли, то есть, ты, как это, пользовательский опыт, ты подтвердил, вот, например, мои конкуренты, да, которые, там, marketplace, B2B, софтов, вот, уже существуют такие, как рейтинги, да, можно так сказать, соответственно, пользователи оставляют отзывы на эти системы, сформируется рейтинг, и, соответственно, ты, когда заходишь, например, там, лучший project management, и тебе выдается, там, такой, 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 потом, в идеале, тебе бы еще сказали бы по индустрии, допустим, потому что для айтишников нужна одна тема, для, там, архитекторов, ну, плюс-минус. Я бы персонально вообще делал, то есть, ключ, при анализации, то есть, мне не надо для айтишников, мне надо для архитекторов, для дизайнеров, мне нужно для меня, то есть, кто-то должен выслушать, там, с вашей стороны, там, мои задачи, и под меня подобрать, сказать, дружище, у тебя именно вот это, вот это, как бы, ну, здесь есть деньги просто, то есть, это персонализированный опыт. Я тебе даже больше скажу, что вот мы сейчас делаем как, мы сейчас делаем категории софтов, допустим, тут, возьму, project management, да, у него у всех есть определенные функции, там, не знаю, диаграмма ганта, там, карточки какие-то, еще что-то, да, и мы такое делаем список, и в идеале ты приходишь и, короче, говоришь, мне нужны системы, вот, раз, два, три, четыре, пять, вот с такими функциями, и тебе, так, ну, раз, и сложилось, и тебе, там, три-четыре сервиса выдох, вот, и потом в идеале ты просто сказал связаться с ними, а мы же контакты уже твои знаем, потому что у нас уже зарегистрировался, и ты в один клик, то есть ты им не звонишь, не регистриваешься, ты прямо в один клик отправляешь им данные, и уже эти соузы, там, с тобой созваниваются, и так далее. Если ты говоришь строить отдел продаж, не продаж, а аналитики, получается. Ну, а аналитики, да, хорошо, ну, по сути, это такое, давай, это, 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 утепление клиентов, да, да, это квалификация, да, то есть, соответственно, тест-драйв, потому что это икл, классификация, и тест-драйв, как бы, ну, о вас, чтобы меня не составилось. Да, 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 но проблема тут другая, в том, что это будет только работать, если будут звонить сервисы из, ну, люди будут из больших компаний, то есть, если вот, например, ты позвонишь, допустим, у тебя там 10 человек, 10 лицензий Basecamp, там, по 10 долларов, там, 100 долларов, да, то есть, по факту. За месяц? А за год тысячу? Да, за год тысячу, ну, ладно, окей, ну, да, но тут вопрос другой, что это, если бы всем продавать, а если мы возьмем среднюю конверсию с продаж, там, допустим, там, 2% или там, 5%, то есть, по сути... Нет, с продаж больше, с продаж минимум 50 должно быть. То есть, если человек целевой, если целевой, он выберет в любом случае что-то, ну, какую-то тему, ну, потому что он купит, ему надо, у него болит, и он собственник, то есть, ему надо решать вопрос по-любому, вопрос, что он решите или не решит, он точно решит, просто с вами или без вас, ну, как бы он либо сам пойдет, либо с вами. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но тут, как бы, суть в чем, в том, что в любом случае отдел продаж, это, может быть, мы к этому придем, да, но мы сейчас хотим сделать, ну, короче, у меня вообще идея такая, вот если, так, Big Vision, да, брать, чувак к нам пришел, там, делать какие-то интеграции, он там 1-2 сервиса использует, мы каким-то образом его квалифицируем, там, анкету заполнил вообще, с какого он там, хотя бы, бизнеса, на самом деле, если человек URL сайта укажет, я уже могу понять, сколько у него трафика, автоматически, да, какие сервисы он использует, вообще, что он делает, и так далее. И мы ему должны рекомендовать сами технологически идеальный стэк, который ему, в принципе, нужно. Ну, да. Он там сам, да, он там сам уже может выбрать, ну, во-первых, он может оставить заявку этим вендорам, они там порассказывают. То есть ты еще тоже не забывай, то, что ты прикинь, какой квалификацией должны быть люди, которые вообще это все дело понимают, да, это их обучение, они стоят больше денег, чем обычный, там просто человек, который звонит там и говорит, нужна там страховка или нет. То есть это, ну, когда у тебя появляется полноценный отдел продаж. Ты хочешь простым способом заработать миллиард? Да, на самом деле мы хотим, я просто объясняю, в чем у нас, как бы, мы должны просто набрать трафика, да, то есть вот. Ну, я вижу проблему набора трафика, потому что он у тебя бесплатный, ну, то есть из проблем, которые я вижу, то есть он тебе бесплатный, то есть это сарафанное радио, ну, то есть где-то как-то что-то. У тебя медленный рост, медленный рост, то есть ты будешь расти там 2-3 года, например, 4. Люди-то не дураки, даже вот те миллиардные компании, то есть, скорее всего, они либо супер сильно уменьшат стоимость, либо внедрят в эту доп.услугу, либо тоже сделают бесплатно. И как бы у тебя твоя идея, она как бы выговорит, в силу того, что она не быстро стартует. То есть все стартапы, они как бы сильны тем, что они быстро фигачатся. Либо они имеют монетизацию сильную, а у тебя монетизация не прикручена, то есть ты растешь, как бы, ну, на чем? Тут смотри, мы поэтому хотим потом быстро привлекать новые раунды, чтобы расти быстро, это первое. Второе, вот ты сказал, что они начнут это делать бесплатно. Ну вот смотри, у меня у конкурента, например, там, вот я последний раз видел, да, у него выручка 72 миллиона долларов в год. А теперь ты представь, ты к нему приходишь и говоришь, типа, чувак, а давайте вы будете бесплатны. Ну, и вот смотри, я сейчас даже в твоей же теме. Вот смотри, Стас, у тебя же много появилось конкурентов, которые тогда в свое время я там делал курсы по 3дмаксу, еще что-то. У тебя же сейчас конкурентов больше на твой продукт. Ну, ты дешевле стал делать? Ты только сказал, нет, я самый крутой, я еще дороже сделаю. Понимаешь? Ну, у меня же нет цели выйти на рынок. То есть, если бы я выходил на рынок в плане инвестиций и поиска, я бы отдавал бесплатно абсолютно точно и растил бы компанию под это. У меня просто другая модель монетизации. То есть, да, я бы отдавал вообще все бесплатно. И, скорее всего, я так буду делать. Ну, то есть, это как бы, просто у меня руки не дошли. Почему? Потому что это естественный ход, потому что ты сейчас 3дмаксу учишь, а через там год он дизайнером становится, а через два года он студию создает. А потом я учу его стартап какой-то делать. То есть, у меня как бы вот так. Поэтому да, это логичное развитие, конечно. Когда у тебя... Когда ты стартовал просто, когда я стартовал, там вообще никого не было. Я вообще, ну, как бы первый сделал. Поэтому я там сливок хорошо собрал. Вот, соответственно, моя задача каждый раз собирать сливки с новой темой. Это моя, ну, как бы, специфика. Я делаю дорогие продукты на новой нише. Вот. А ты, у тебя как бы модель другая сейчас. У тебя, наоборот, массовый продукт на широкой нише уже устоявшийся. Вот, поэтому как бы и тема немножко по-другому. Ну, я как бы, я не то что настаиваю, я просто как бы свое мнение какое-то говорю. Нет, так это абсолютно нормально. Да, 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 абсолютно нормально. И, то есть, смотри, в чем наша ценность? Мы сгенерируем трафик, вот. Я просто не вижу, как вы это сделаете. Как вы сгенерите трафик? То есть, просто на сарфаном радио непонятно? Ну, во-первых, а, нет, смотри, мы вкладывать рекламу еще будем. У нас SEO очень хорошо будет работать. Я тебе просто объясню, как SEO работать. SEO это оптимизация страниц под поисковик, да. Вот у нас, например, категории софтов очень много. Лучшие CRM-системы, лучшие email-рассылки. Там всего где-то 1500 категорий разных сервисов. Вот наши там конкуренты, например, которые маркетплейсы делают, у них основной канал трафика – это SEO. У них 85% трафика, не платный, то есть SEO, но они вкладывают очень много денег в SEO. Что такое вкладывать деньги в SEO? Это бэклинки. Что такое бэклинки? Это, например, когда куча других сайтов, на тебя ссылаются. И, соответственно, у тебя растет ссылочный профиль, и ты выходишь в топ. Вот, например, у меня там у конкурентов по 10-15 тысяч ссылок обратно. На американском рынке в этой индустрии одна ссылка стоит от 200 до 1000 долларов. То есть, чтобы в принципе повторить их неуспех, нужно вложить миллионы долларов. Вот. И фишка в чем? В том, что ты, например, сильно на своем сайте будешь ссылку ставить на marketplace of top. Ну, не факт. А у нас, смотри, у нас бесплатная туза, которая офигенно полезная. Да? Ну, может быть, сейчас там слушатели не супер сильно понимают вообще, что мы делаем, но там, например, для диджитал-маркетологов это полезная вещь. То есть, давай так, с ней реально лучше, чем без нее. Потому что она полезная и бесплатная. И люди про нас начинают рассказывать. Я сейчас уже начинаю, смотрю, они не просто друг людям говорят, а они уже на своем блоге пишут, вот, есть компания P-Way, прикольная, и ставят ссылку. И, соответственно, так как бесплатная штука, она набирает ссылочную массу и мы еще в SEO вырастаем. Мало того, что это сарафанка, это еще и сел хорошо. А SEO трафик, это очень, это очень, такое, это очень долго, да, но если ты в SEO хорошо сел, ты потом сел, очень можешь много получать плюшек. И, соответственно, когда мы этот, нам на самом деле даже монетизацию не нужно делать, если у нас будет трафик, мы потом просто эту компанию продадим другому marketplace. У нас, ну, мы же так и планируем, да, у нас есть, там, большая компания, Гарт называется, стоит 14 миллиардов долларов. У нее уже есть 4 marketplace B2B soft. У них дофига клиентов, у них дофига вендеров, которые уже заказывают рекламу, но у них проблема в чем? У них проблема в новых placement. Поэтому, поэтому по 30 долларов клик стоит, потому что, ну, людей мало, placement мало, вот, а людей, которые, вот, мы мелочим, 700 миллионов долларов в год зарабатывать. У них там бюджетный маркетинг 100 миллионов долларов. У них, они, они не считают цену клика. У них стоит вопрос, ребята, а как нам сделать так, чтобы больше охвата? У меня есть один товарищ, который продает очень такую сложную, короче, тузу, в общем, не буду сейчас рассказывать. Я говорю, слушай, а сколько у вас там клиенты, ваши за клик платят? Магат Антон, ты не понял. Если мне звонит клиент и спрашивает, сколько стоит цена клика, это вообще не наш клиент, потому что они там Адобу продают, этот узор, которые, которые вообще не считают деньги, да, на трафик. Их задача охват получить. Соответственно, если у нас будет трафик, то мы его потом продадим. Я очень, мне очень нравится один анекдот, он немножко пошловатый, но я вообще считаю, что он очень жизненный, про трафик. Я называю его про трафик. В общем, девочка собралась идти в поход, ну, с мальчиками, вот, собирают сумку, мама к ней подходит и говорит, дольца, ты вообще куда? Она говорит, да в поход собираюсь идти, вот, она говорит, слушай, так тебе же, наверное, палатка нужна, спальник нужен, каремат, говорит, для похода, а что ты, говорит, только одни лифчики и стринки кладешь в сумку? Она говорит, мама, я иду в поход с мальчиками. Будет стринки, будет и палатка, и спальник, все эти вещи, анекдот пошлый, но он на самом деле очень жизненный, то есть, даже, ну, дизайнеры, мне так кажется, у них какая у них ошибка, они говорят, а мы же делаем качественно, а мы там, мы лучшие на рынке и так далее, мы в качество и так далее, а сегодня выигрывает не тот, кто качественно делает, потому что сегодня, на самом деле, многие уже качественно делают, а сегодня выигрывает тот, кто умеет бренд строить, тот, кто умеет трафик, ну, трафик привлекать, ну, из разных каналов, интернет реклама, бренд, сарафанка, это не важно. И вот я бы на месте твоей аудитории, да, начал бы задумывать не как лучше делать дизайн, да, а как лучше клиентов привлекать, потому что тот, у кого клиентов, у того это аппетит. Вот такая вот история. Понятно. Слушай, последний вопрос в завершение. Вы работаете на российском рынке вообще, ну как бы на СНГ вообще в целом, или заточены только по американцев и под набор трафика и продажу им же? Либо как-то можно воспользоваться вашими услугами? Или продукты, я не знаю. Мы начинали с русскоязычного рынка, вот, ну потому что типа была идея, а давайте начнем, ну давайте, и погнали. Вот. Но мы потом поняли, что рынок достаточно маленький, вот, российский, да, то есть причем, что важно понимать, российский рынок очень большой с точки зрения консимерских продуктов, это вот, например, там, я не знаю, там, молоко, ну то есть это то, что люди просто покупают, да, первая необходимость. Люди за это очень хорошо платят деньги, в России, и как бы все окей. А вот рынок IT, в России, он не сильно развит, да, это первое. А второе, в России, ну или вообще на рынках СНГ, нет больших стратегов, которые покупают стартапы, да, ну то есть там у Часбербанк только начинают там это все делать, а соответственно, когда нет стратегов, которые покупают компании, нет инвесторов, которые инвестируют в эту компанию на ранней стадии, чтобы потом ее продать за хорошие деньги. И получается, как бы, вот проблема курицы и яйца, то, что стартапы не могут расти, потому что нет венчурных денег и так далее. Вот, и мы в это все дело посмотрели и поняли, слушай, а давай попробуем на глобальном рынке. И полностью переквалифицировались на англоязычный, то есть перевели все на англоязычный рынок. Мы сейчас делаем интеграции только с англоязычными софтами, у нас там есть пару русскоязычных, вот, но, ну как бы, ну, как бы их там мало, вот, и в принципе их там не будет. Поэтому, если люди, у них на английском понимают, как это все делать, хотя у нас есть пару видео на русском, если они английский интерфейс понимают, они могут воспользоваться какими-то интеграциями. Ну, я же говорю, у нас самая популярная, там, я не знаю, тильда, гугл таблички, фейсбук лиды, гугл таблички. Это, в принципе, если вот для аудитории это может быть, будет полезно. Супер. Ну что, интересно пообщались, интересная тема. Спасибо тебе большое за интересный подробный рассказ. Все, ребята, всем пока. Да, а как зайти на ваш сайт вообще? Где тебя искать, смотреть? А, компания apiway.ai называется. Ну, можно в гугле просто пить. Apiway, это стартап, вот. А CRM, про который я рассказывал, называется Time Digital CRM. Кстати, Стас, знаешь, у меня есть хороший кейс, вот этот вот с коттеджами, который я делал, у меня он есть на Ютубе, вот. Соответственно, если там твоей аудитории-то надо, чтобы они вообще понимали, как вот эти воронки работают, у меня есть там часовой видео, как это все дело работает, вот. Ты потом можешь либо его пошарить, либо там у себя там где-то разместить, где ты, в общем, хочешь. Мы вряд ли кому-то там что-то продадим с этого видео, да, но мне кажется, что это видео, оно очень хорошо объясняет вообще, как это работает, зачем это надо, ну, на понятном, конкретном примере, который очень близко к твоей аудитории, мне так кажется. Спасибо за общение. Все, увидимся, до новых встреч. Да, счастливо. Пока. Да, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok